В начале 90-х годов Горьковский автозавод сумел создать очень успешную серию малотоннажных автомобилей «Газель». Страну уже лихорадило, и руководство завода решило не терять времени и занимать все возможные ниши, в том числе создав еще более дешевый и легкий грузовик, по сути, пикап. Собственно, начало проекту было положено чуть раньше, когда на заводе случился кризис перепроизводства знаменитой «Волги», и стремясь сохранить мощности цеха легковых автомобилей, руководство дало задание на базе легкового автомобиля создать что-то новое. Шел 1995 год, материальное состояние завода не давало возможности прибегнуть к компьютерному моделированию или помощи пластилиновых макетов. Буквально из подручных средств, что называется «наколенки», был создан прототип автомобиля, получивший название «Атаман» и индекс «ГАЗ-2308». Из-за дефицита средств пришлось принести в жертву красоту автомобиля. Наследство от «Волги» «Атаману» достались передние фары и решетка радиатора. Первые свидетели рождения новой машины не скупились на не очень лестные прозвища для «Атамана», иронизируя над его внешностью. Называли новую модель «Лобастым» и бурчали под нос слова популярной песенки «Я тебя слепила из того, что было». Несущий кузов для внедорожников в те годы еще не имел особого распространения, поэтому в основу автомобиля положили сварную раму. По факту «Атамана» можно смело назвать «джипом». Машина обладала полным приводом, понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. Чтобы удовлетворить запросы максимально широкой аудитории, покупатели на заводе сделали сразу несколько модификаций «ГАЗ-2308». Автомобиль выпускался с целой гаммой моторов на любой вкус и цвет – бензиновым, четырехцилиндровым и V-образным восьмицилиндровым, а также четырехцилиндровым турбодизелем. Отдельно стоит отметить пикап с задним приводом, получивший имя «Атаманша» и заводской индекс «ГАЗ-2309». Мощность моторов ЗМЗ-405, установленных под капотом пикапов, достигала 150 лошадиных сил. Дизель содержал в себе табун на 110 лошадок. Помимо этого пробовали договориться с австрийской фирмой «Стейр». Примерялись к их движкам. Кузов «Атамана» был рассчитан на тонну груза. В максимальной комплектации на машине устанавливали усилитель руля. В общем, горьковские брат с сестрой показали себя с хорошей стороны и вполне соответствовали духу времени. «ГАЗ-2309» хорошо подходил для дорог с приличным покрытием, а «ГАЗ-2308» был более всеяден. В условиях дефицита средств приходилось выбирать, что пускать в производство, и предпочтение отдали «Атаману». Поставить производство машины на конвейер собирались к 2000 году и даже успели выпустить около сотни штук. Но к этому времени сменилось руководство, и завод попал под управление базового элемента Олега Дерипаски. Новая метла метет по-новому, и разработки пикапа признали бесперспективными и неконкурентноспособными. Часть машин отправили в музей, а отдельные экземпляры были приобретены частными владельцами и встречаются на дорогах Нижнего Новгорода по сей день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok